Вечер добрый! Слушаете вы свое радио и, как обычно, программа «Живые» с 8 до 10 по будням 5 раз в неделю. Сегодня у нас с вами будет потрясающий блюзовый вечерок. Как обычно, по традиции она у нас сложилась достаточно давно. И сегодня, кстати, в этой студии человек, с которого начиналась программа «Живые», ну, об этом чётчку позже, естественно, я расскажу, познакомлю вас со всеми музыкантами сразу после того, как они сыграют свое первое произведение. Создадим таким образом атмосферу. Да, друзья мои. Ну и зададим, в некотором смысле, тот градус, на котором сегодня всё будет происходить. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогой мой, говоришь ты в другой микрофон Мой любимый микрофон Дорогой мой, прекрасный В этом-то да Итак, Сергей Воронов, группа Crossroads Так на всякий случай, если вдруг вы не признали Сергей Воронов, вокал, гитара Привет тебе, дорогой Привет, дорогой Двух микрофонах, не путайся, пожалуйста Прежде чем познакомиться со старыми музыкантами Скажу буквально пару слов В свое время программа «Живые» началась на радио «Маяк» Так случилось Поначалу мы делали что? Мы приглашали музыканта, ставили пластинки Разговаривали, потом сразу поняли, что это скучно Вот так вот, пластиночка Троллива летелетели Вроде бы все хорошо, но стандартно Но не живые И не живые, да И как-то все очень, как у всех Сергей как раз и был первым музыкантом Который открыл программу «Живые» А буквально через месяц Программе «Живые» исполнится три года Вот за месяц до трехлетнего юбилея Сергей таки решил прийти сюда не один с пластинкой А пластинку целиком в составе своем Привалок Ну и слава богу, сегодня потрясающий вечер Я уверен, что вам понравится А что это у нас играет? Несанкционированная музыка какая-то Несанкционированная музыка Это не наша, Вастинка Эта музыка, в общем, да, не входит в наши планы Итак, давайте по очереди У нас есть микрофон, к которым можно хотя бы раз за эфир подойти Поздороваться с аудиторией Бас-гитара Андрей Бутузов Здравствуйте Не-не-не, я же говорю, подойти к микрофону Ничего не страшно, там все, хватит Проводочка, вот он микрофон напротив Вот он, вот он, вот он, вот он Здравствуйте Шлиповатенькие Привет Дальше Единственный человек, у которого есть свой собственный микрофон Он там левее Можно подтянуть к себе Я хотел бы голос Левее, левее, это левое плит О, да Вот это вот левее Человек, который там за барабанами в своем собственном домике Он еще и вокал, между прочим, коллектива Александр Торопкин, правильно? Добрый вечер Вот он, как зазвучал-то хорошо Спасибо большое Микрофон можно пока отключить Гитара Михаил, Савкин Да, это я? Да, 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 вот сюда, пожалуйста Всем привет, ребята Спасибо, что поздоровался Бэк-вокал Анастасия Концевая Добрый вечер Боже мой, как приятно Какой низкий, приятный Я еще раз могу Приятный голос Далее, Михаил Владимиров Губная гармоника Так, надо говорить, правильно? Да, как хотите, так и говорите Добрый вечер Привет Ну и клавиша Алексея Сечкина Алексей, если можно, человек в костюме и галстуке тот самый Который не брутал Я особо подготовился Решил выделиться на общем плане Единственный вариант был Это вот одеться вот так Нарядно Нарядно Невозможно не упомянуть такую фамилию в этом контексте Звукорежиссер коллектива Сегодня он вместе с нашим Мишей Казаковым В четыре руки, в двадцать пальцев Будут выруливать звук Ну, со звуком-то, в принципе, уже и так все в полном порядке Как у нас обычно Не стесняюсь этого произносить Потому что мы всегда на звуке заточены Двадцать пять Нифига себе Знаешь, что характерно Случайности на свете не бывает, как мы с тобой знаем Мы начинали репетировать в двух кварталах отсюда Двадцать пять лет назад Напротив Как он назывался-то? ДК? ДК Раньше назывался ДК на Дубровке А сейчас вот, мы знаем, там, да? Центр То есть рядышком от нас Прямо здесь мы начинали Я сегодня подъезжал, он, блин Вот Здесь все начиналось Вот оно Вот надо было двадцать пять лет прожить Просуществовать коллективу Чтобы приехать обратно, наконец И в том же месте, где практически начинали Викатиться Цикл, цикл, да Жизнь, она вся же, она же кольцевая В общем, цикл это не потому, что 25 лет Потому что, видишь, вот так сложилось Что мы в 25 лет тут Я начинался Если цикл раз в 25 лет, это слишком медленно Я к тому, что цикл хороший Такой спиралевидный Слава богу Ну, безопасно Да, медленно, но безопасно Ты знаешь В этом тоже есть своя логика Сегодня мы разыграем билеты Потому что концерт, о котором надо сказать Давай сразу об этом скажем Неоднократно сегодня Концерт в честь 25-летия группы Когда, где Ты сможешь? 21 мая Уже скоро, через три недели Хотел сказать, в ДК Начали про ДК Ну, это почти Раньше был ДК, на самом деле ДК газеты «Известия» А сейчас называется «Известия холл» На Пушкинской площади В центре Москвы Милости просим Расколько? В восемь, я думаю В восемь Ну, если ты думаешь, то начнешь, наверное, в девять Ну, пускай люди подтаскиваются Все равно к восьми часам Итак, 21 мая В восемь вечера «Известия холл» Правильно? Да Правильно Сейчас я задам сразу вопрос Мы сегодня их два зададим Я их сам себе придумывал Для того, чтобы они были несложными Эти вопросы И для того, чтобы Вы смогли Пойти на этот концерт На халяву На халяву У нас любят халяву, правда? Бесплатно Я задам вопрос Может быть, немножко Витиевато он будет звучать Но, тем не менее В какой легендарной На сегодняшний день Легендарной группе Начинал в свое время Сергей Воронов Эта группа не его Это группа Человека, которого Знаете прекрасно Из этой группы Очень многие музыканты И замечательные артисты Вышли В свое время А в ней когда-то Воронов начинал Давно это было Год, так, наверное Восемьдесят пятый Восемьдесят шестой Давно это было Я еще в армии служил А он уже, конечно Ты в армии служил же? Не Вот видишь, как я Долг вроде не отдавал А он музыку играл Я отдавал В институте долг Ладно, ладно, я шучу Итак, в какой легендарной Группе в свое время Начинал Сергей Воронов За этот ответ За правильный ответ На этот вопрос Вы получите билет на Вернее, два билета Билет на два лица Вписку, так скажем На этот самый замечательный концерт Двадцать первого мая Который пройдет В «Известия холл» Как с нами связываться? Все очень просто Сорок шесть, сорок семь Это короткий номер для смс Сорок шесть, сорок семь Пишите Свои У нас так По стуку Свои Пробел А дальше Все, что Должны сказать Группа ВКонтакте Группа, официальная группа Своего радио Там все вообще просто Анонс уже выложен И давно под анонсом Народ все тут пишет Кстати, в самом анонсе Название коллектива Групп «Кроссроудс» Почему так мало народу у вас В вашем официальном сообществе? Давайте-ка пополним эту группу Потому что нужно знать Об их передвижениях Концертах Альбомах Вы будете получать Всю информацию в первую очередь Так вот Там тоже можно отписываться Кроме всего прочего Нас можно видеть Для того, чтобы это произошло с вами Надо зайти на сайт Своего радио Своего радио.фм Там сверху есть плеер Слева в плеере онлайн-аудио С, чтобы слушать Справа онлайн-видео С, чтобы смотреть Крикнули И тут же оказываются Картинки, которые нам представляет Планета Ру Спасибо, низкий поклон Там же тоже есть чат Ну, а в чате Само собой, естественно Можно отписываться Кстати, правильные ответы Уже пошли Народ следит за группой Сказал, что 8 песен в ротации Неправда, 13 На данный момент 13 песен Сергея Ворнова В ротации своего радио В постоянном режиме Ну, ты говоришь Да ты видишься, что знают Благодаря тебе, видишь Спасибо тебе большое Спасибо тебе большое Но здесь в основном Песни с твоего американского альбома Кстати, сегодня эти песни будут звучать Английского Английский, да? Это английский альбом В Лондоне, да В Лондоне Если ты сейчас перечислишь Но чуть позже Кто помогал тебе играть Мы подойдем к этому, а? Да Я думаю, что аудитория слегка Обрадуется Хотел слово сказать Такое, не эфирное Но ашизеет это точно совершенно Потому что это очень неожиданно было И для меня, когда я это узнал И, кроме всего прочего Альбом записан блестяще совершенно Ну, как все у Ворнова И этих самых музыкантов Брутальных Ну, и гламурных тоже Как называлось первое произведение Которое было спето? А, первое произведение называлось Can't Get Away Это очень древнее произведение Буквально вот оно Первого года нашего существования То есть ты решил А мы его очень любим Антологию Нет, на самом деле не решил Я список, который я приготовил на сегодня Забыл дома Поэтому у меня здесь просто Есть список песен Основного количества Я просто циферки поставил Сейчас годами память стала Как ты мог дома забыть? А я всегда забывал дома Раньше То есть это нормальное Ничего не изменилось Хорошо Как называется следующая песня? Следующая пенсия Следующая пенсия Друзья, следующая пенсия Через неделю Она так и называется Southern Woman Южная женщина Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Crossroads Погнали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 И коллектив, ты меня слышишь сейчас? Конечно, прекрасно Не называя коллектива 79-й год Уже было название, или это просто был проект? 79-м не было точно еще названия А в 87-м оно появилось? Нет, оно появилось раньше Раньше, чем в 86-м Я не про кросс-ровод Я знаю, вот Миша пришел туда, где появилось название Когда он пришел, когда я там был В 87-м А в 86-м было то, о чем я спрашивал В 80-м появилось название Так в итоге-то как? Не-не-не, мы с Мишей говорим об этом Легендарные обе группы Вопрос в том, что по моей информации, в 86-м Ты пришел к человеку, имя которого Сейчас пока нельзя произносить Тот коллектив, который ты имеешь в виду Он появился до? Или после все-таки? Нет, появился до, гораздо раньше Мы взрослались с тем человеком С которым в 79-м нашел Ты пошел к этому человеку? А потом ты ушел от этого человека И восстановился, воссоединился с тем, с которым ты начинал Слушай, мне кажется, если ты сейчас приключишься Я думаю, что это отличная передача из психдиспансера Да Ну тогда потом пришел к тому, потому что Я не могу говорить о кого-то говорю Потому что он тогда еще не знал, что он будет потом в 87-м Там же, куда я пришел в 86-м Ну тогда да, тогда понятно Тогда ответ другой немножко Будет, чем я предполагал Мне все-таки казалось, что тот человек, с которым ты воссоединился потом После того, от которого ты ушел Он был позже Ладно, он был раньше Тогда ответ немножко другой Он был раньше Итак, еще раз Какая легендарная группа Первая была, да С которой начинал Начинал Воронов Отвечайте, пожалуйста Тот, кто правильно ответит на этот вопрос Он, собственно, и получит билет на два лица На концерт, который случится 21 мая В Известиях Холл В честь 25-летия корректировок Роза Роудс Значит Вот народ уже пишет ответы Их много разных ответов И ответы любопытные А они хотя бы одного из двух там говорят? Да-да, говорят И то, и другое говорят Только в цифрах путаются, как и я Немножко Но сейчас мы все Теперь я знаю точно Каков ответ правильный Юрий Павлов спрашивает Ребята, вас столько лет не было слышно Где пропадали, где новые песни? А ребята ржут Они как не слышно Они работают Работают постоянно Играем, да И новые песни, кстати, 25-го Ой, 21-го мая Они будут Новые песни Сегодня не будет? Сегодня вряд ли еще Мы все-таки подумали, что Пускай приходят люди на концерты Там все уже будет Ну, смотри, какой Мы запишем уже к тому времени Несколько из них Ну, и ты же помнишь, что Надо их прислать будет Конечно Ну, ты Я тебе напоминаю Напоминать тебе не буду Ролл пишет Сижу и трясу башкой Если так будет продолжаться Все два часа Боюсь, голова отвалится Ну, в принципе, да Так и будет А мы сейчас как раз Сделаем паузу для головы Да не тот микрофон Ну, дело в том, что У меня там тоже голова Трясущаяся голова Меня слышит оттуда тоже Напомни, когда у тебя Пенсия следующая? Следующая пенсия Как тот, кто не даст слово Мы следующую пенсию Как раз обновляем Слушайте, не путай микрофоны, пожалуйста Значит, Таня Шишкова пишет Есть у меня друзья Которые не признают Русскую музыку Вот интересно Если им дать послушать Кросс Ролл Сказать, что это какая-то Известная зарубежная группа Наверняка начнутся в восторге Абсолютно верно Я это проверял Мало кто из людей Плохо знакомых, скажем С музыкой российской Признает в группе Кросс Ролл Вообще, в принципе Нашу российскую группу А это Безобразие Безобразие, не безобразие Но это кайф, действительно Можно теперь уже Задать тебе вопрос По твоему английскому альбому Конечно, можно Все, спасибо А то я как-то, знаешь Напрягся, думаю Мы же даже можем его название Скажи название Сказать В отличие от тех двух групп Которым упоминали выше И тех двух людей Да-да-да Как называется этот альбом? Альбом называется Irony Ирония Ирония, да И в этом альбоме Почти каждая песня Почти каждое произведение В котором принимали участие Звездатые люди Люди, причем мирового уровня Мирового масштаба Хорошие ребята Просто Хорошие ребята, я понимаю Да, они с тобой так Поиграть пришли Кто эти люди? Назови их хотя бы несколько Мы начнем К сожалению Столь рано От нас ушедшего Гэри Мура Но, собственно Последний Кто поучаствовал В пластинке Когда мы уже Там дописывали Голоса И, в общем, там В одной из песен Что-то вот не хватало Там песня Как о том И ты подумал Хорошо бы, что Мур пришел Нет Он пришел до того, как я подумал Хорошо бы Понимаешь Там не хватало Такой девальщинки Потому что песня о том Как у меня ощущение Что дьявол за мной Следит А давно у тебя это? В тот момент Понимаешь Ощущение было Оно записано Понимаешь Окей Потом его не было Потом снова было Сейчас нету Сейчас такой период А Гарри Мур пришел Я подумал А он пришел на студию Тоже писать На ту же самую Ты ему говоришь Гарри, слушай, поиграй Он говорит Сергей, да без вопроса Ты знаешь, в итоге так было Сначала было Крис Кимси Крис Кимси Который, да? Продюсером был У меня на альбоме Он меня познакомил В ту же секунду Говорит О, Гарри Это Сергей Мы познакомились В тот же вечер Пошли в Челси Выпить пивка В этот момент Как раз выиграла Футбольная команда Челси А он за нее болеет Его жена Джо Это был решающим фактором Спасибо Абрамовичу Ну, не знаю Кто владеет Челси? А, наверное, да Абрамович, правильно Я не очень хорошо В футболе Уже нет Абрамовича Нет, уже нет На тот момент Мы с ним Как-то задружились И потом Я улетел в Москву А потом вернулся А он как раз Сводил свой диск А я дописывал голоса Вот в этот микрофон Который я никак Не могу идентифицировать В этой комнате СМ-7 Да СМ-7 Это классика Классика радио Вот И мы тут пошли пообедать И я говорю Вот есть песня Давай сейчас зайдем Послушаем Если ты готов Не готов, что готов Если ты хочешь Тебе не ломают Говорят Вот сыграй там соло Он на следующий день Взял, сыграл Ничего Я пришел на студию А что за вещи Крис говорит Крис говорит У нас есть три дубля Давай послушаем А песня называется Running Running Да, Running Это последняя песня Она есть в ротации Потом Марк Форд Так чтобы вы знали Что в песне Running Которую исполняет Сергей Воронов Ротезовое радио Играет товарищ Горимор Да Дальше Марк Форд Который долгие годы Как мы знаем Играл в группе Black Crows И в общем Небезуспешно И дал много для саунда Этой группы И очень хорошие Профессиональные Сессионные музыканты Которые переграли Со многими Крупными Number one list Ну альбом получился Я тебе скажу Совершенно роскошным И те кто не знает Что это такое Имею ввиду Кто такой Воронов Могут ведь не знать Молодые люди Слушают И не верят Что это в общем Российские музыканты И то что это сыграно Российскими Русскими людьми Давай дальше петь Что это будет Вот песня как раз С этого альбома Она называется We were meant to be И как раз голова Которая должна отвалиться Там пять минут назад Должна была отвалиться Она сейчас отдохнет Ну немножечко Но кстати Это тоже вещица Из ротации Своего радио Между прочим Вот так Красота Давайте сравним Как это звучит вживую Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 — Ну, то есть ты сейчас не можешь сказать, что, знаешь, как бывает, когда люди с пафосом говорят, «О, да, это было время в моей жизни». — Да, они потом еще придумывают истории. — Кит, такой вот мужик. — Вот что касается Кит. Мужик — лучший человек. Один из лучших людей, который встречал в своей жизни. Самый скромнейший, добрейший, не знаю, мудрейший человек. И гениальный музыкант. — В общем, кому больше повезло? Тебе, наверное, или ему? — Ты знаешь, я его не спрашивал насчет коллег. Как ты считаешь, тебе повезло, что? — Ну, в принципе, у него мир-то стал пошире чуть-чуть, естественно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Кроссроуд сегодня здесь. 25 лет отмечает этот коллектив замечательный. Я считаю, что это легендарная группа. Пускай со мной кто-нибудь попробует поспорить на этот счет. Другое дело, что на сегодняшний день, братцы, я сейчас говорю уже, глядя в глаза взрослым мужчинам, как-то, мне кажется, у вас должно быть поболее. Поболее. Вас должны знать больше. Но это несправедливо, что группа с таким бэкграундом, пардон, группа с таким материалом, группа с такими музыкантами для молодых людей пока открытие. Вот, например, Ира пишет. Слава богу, что в России появилось свое радио. Когда и как бы еще довелось узнать столько интересных разноплановых коллективов и понять, насколько богата наша страна талантами? Специально многое не отыщешь, а вот его величество случаев обычно не спешит. Мы бы так и хавали все то, что нам вещают из ФМ-приемников. То есть это признание в том, что сегодня для человека это открытие. Да, и насчет хавания из ФМ-приемников это известная история. Чистая правда. Поэтому мы из этой столовки ушли в интернет. Нам в этой общей столовке неинтересно. Там как-то все хавают не то. А у нас здесь, в общем, все кайфует. Так, ладно, давайте кайфы дальше продолжать. Песни будем петь. Как это называется, следующая произведение? Следующая песня тоже, кстати, с пластинки Irony. Она называется I can afford it. Как всегда. Я могу себе это позволить. Как всегда, живой звук в программе живые. Здесь сегодня группа Crossroads. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо большое. К микрофону сразу подходи к правильному. Народ интересуется, сколько лет твоей гитарей, а я хочу сразу спросить, какой из них у него она не одна. Гитары у тебя древние, как я понимаю, да? Такие давненькие. Гитара менее пенсионной, чем я. Ну, так ты-то совсем уже тяжелый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, ну, серьезно. Знаешь, что ли она? Сереж, я шучу. Народ спрашивает, сколько лет гитаре твоей? Эта гитаря, она, если она 1974-го, значит, сколько? С 1974-го года. Сами считайте. Не знаю, что... Сами считайте. Сорок, сорок один год. А второй? Сорок один. А второй? Это твой год? Это 70-го года гитары, значит, я... Ну, все, считайте сами. Я считать не умею. Считайте сами. Ну, в общем, гитары дорогие. Во-первых, они в руках у Воронова. Они дорогие, потому что они дорогие всем. Они, да, они дорогие всем. Я вот хочу СМС-ки почитать сейчас. Значит, ну, как так получается? Опять одна из любимых групп, а я опять на работе и только слушаю. Уже слышу, как моя ведьмачка отрывается. Всем привет. Пишет Константин. У него есть супруга, он ее называет ведьмачкой. Она смотрит трансляцию, а он не может. Вот поэтому нервничает. Сейчас я хочу с человеком лично пообщаться, который написал сообщение одно. В эфир практически не проходит звук бас-гитары, пишет он. Это неправда. Секунду, секунду. Звукачи напряглись. Нет-нет. Сейчас объясню, в чем проблема. Просто, во-первых, бутусов играет на верхних нотах, поэтому не слышно, что это бас. Это первое. Халявит он сегодня просто. А второе. Если вы напишите, на чем вы слушаете, я вам отвечу, в чем ваша проблема. Я тут недавно просто решил послушать эфир в записи с планшета. Я вообще ничего не услышал, кроме верхов, да? А если в планшет вставить пипочку с наушниками, вы понимаете, какая интересная штукенция получает. Сразу все услышите. И низы, и верхи, и все-все-все. А лучше всего... Да, и даже в середину. Да, и даже в середину. Лучше всего слушать все на нормальном аппарате, да, где есть все возможные, как называется, эквалазические, да, вот эти все дела. Приблуды. Эквалазические приблуды, да. Все слышно прекрасно, звук восхитителен. Я лично в восторге абсолютно. Во-первых, по звукоизвлечению, как они это делают, ну, и, понятное дело, с звукачами мы довольны очень. Так что слушайте на правильном аппарате, тогда все у вас будет хорошо слышно. Впервые слышу, группа крутая, соло, гитарная, мощная, все норм, Николай Абдугалеев пишет. Ну, что ж такое? Ты знаешь, с одной стороны, наверное, даже хорошо, люди сегодня получают для себя прививку, новую прививку чего-то классного, чего-то замечательного. Это же клево, я завидую тем людям, которые впервые слышат, потому что они делают для себя открытие. Мне все это уже поднадоело, а люди только сейчас... Шучок. Так, кстати говоря, песня, которую ты пел, тоже в ротации. Ну, чтобы ты понимал, что все это люди... Все схвачено. Да, люди слушают, а аудитория слушает. Группа Крус Роудс, это одна из немногих групп, которая за 25 лет не меняла состава. Да? За 25 лет состав основной. Да, у нас вот Саша, Андрей, Миша, я, мы четвером играем 25 лет вместе. 25 лет. Каким образом, друзья мои, вам это удалось? Во-первых, столько лет даже семейные пары иногда не выдерживают совместной жизни. О, да. Да. А уж тем паче люди творческие, у которых есть свои собственные амбиции, понятное дело. И когда мы говорим о коллективах музыкальных, то это, по-моему, редкий, если не единственный вообще случай, в котором костяк музыкантов столько лет вместе. Ты что сейчас с людьми... Ну, я понимаю, конечно, что тебе они дороже, чем со мной потрещать. Да, самое дорогое. Да, поэтому вы 25 лет вместе. Нет, я слушаю, мне же уж-то остаются на месте. Я понимаю, да. Как это удалось тебе, скажи, пожалуйста? Что ты делаешь? Почему мы не... Ты их бьешь, привязываешь. Никого не привязываешь. А чего? Как это 25 лет вместе? Ну, как? Ну, как это? Трудно понять, как. Вы же родственники уже получились. Да, да. Поэтому и вот так, да. А почему другие не могут стать родственниками такими, как вы? А, наверное, может быть, у них цели изначально другие. Окей. Какие цели были изначально у вас? Музыку играть. А другие чего делают? А другие не всегда идут в музыку, чтобы играть музыку. Они идут в музыку из-за. У них есть другие причины, более приземленные, скажем так. Вот, ну, давай, отчерти тогда эти причины. Нет, ну, если музыка... Я хочу сразу сказать, никого не осуждаю. Каждый выбирает свою дорогу. Ну, очень многие люди идут в музыку, чтобы заработать денег или нравиться девушкам, или заработать денег и нравиться девушкам, или купить что-то. Ну, то есть у них просто простые, обычные жизненные какие-то есть цели, которые они благодаря работе... Поэтому, ты заметишь, ты говоришь, вы работали, а мы говорим, мы играем. Мы, для нас это, как бы, кайф. Да. Даже понятно, что это становится частью жизни, поэтому это, конечно, рабочее место. Но мы все равно играем. Мы уже время от времени прекращали совместную работу? Никогда. Ну, как никогда? Никогда. Ну, скажем, проект, который в Англии был записан, это же не Crossroads, это же проект... Ну, и что, вот это полгода всего было. Даже меньше. Ну, все-таки на полгода. Нет, это было летом. Это было с мая по сентябрь, все. Понятно. А летом так концертов немного. Понятно. Я так хотел найти какую-нибудь какашку, не удалось. Блестяще. Ну, просто что сказать. Во-первых, идеальная получается картина со всех сторон. Мега-крутая музыка, мега-крутое звучание, мега-крутой и легендарный коллектив. При этом костяк коллектива 25 лет вместе. Ну, вообще сумасшествие. Абсолютное сумасшествие. Они довольны, Заня. И счастливые люди. Удивительно, как они не сошли с ума друг друга. Это счастье. Это счастье, абсолютно. Мы больше ничего другого не делаем. Это любовь. Это да. На самом деле да. Потому что при всех вопросах друг к другу главное остается. Когда есть любовь, и 25, и 30, и 50 лет можно вместе. Это же правда. Никита Пятачков пишет. «Привет свои. Звук шикарен. Бас слышно. Группа в новинку, да и правда, если бы не свое, и не признал бы такую красоту». Так что слушайте, пожалуйста, товарищ, который написал, не подписавшись, не на пиполке, а в нормальном аппарате, тогда будете слышать и бас, естественно, тоже. А к Бутузову я сейчас обращусь. Перестрой немножко. Ну, пониже играй, пожалуйста. Что ж такое, люди не... Хорошо? Это тоже, значит, сушай. Ай, брат. 46-47. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. Так свои пробелы, а дальше все, что хотели бы адресовать. Приехал из Смоленска в Бибикинг. Друзья пригласили. 18 апреля этого года. Увидел, как там зажигали Сергей и его коллектив. Было тесновато, но атмосфера супер, незабываема. Спасибо музыкантам, пишет Никита Артеменков. Это что, концерт был какой-то в Бибикинге? В Питерском? Да, концерт в Бибикинге. Мы играем раз в месяц обязательно, мы дружим. Это в Питере же? В Москве. А, в Москве Бибикинг? Нет. Слава Помогайкин открыл Бибикинг в Питере недавно. Год-два, полтора назад. А это Московский? А Бибикинг самый старый московский клуб. Московский, да, я понимаю. Он открылся 23 июня 1994 года. Я участвовал в этом процессе. Я там был лет 15 арт-директором. Вон оно. Почему так? Да, ты это точно помнишь. Я понял. И он один из немногих клубов, может быть, даже один, который не изменил ориентацию в процессе всех этих лет. Это тоже редкий случай, смотри как. Группа не меняет ориентацию и состав клуба, не меняет. Что-то все-таки в блюзе есть. Все-таки сближает эта музыка, я так понимаю. Сблюжает. Во. Сблюжающая музыка. Группа Crossroads. И такой копирайт Сергея Ворона. Я сейчас еще сообщение одно тут подыскал для себя и потерял. Как жалко, что... Вот, вот, нашел. Привет, живые. Боюсь, сегодня не мое, пишет Сергей. Хоть какую-нибудь ложку-то дегтя надо. Конечно. Не мое. Вообще не очень люблю звезд, даже Гарри Мура. А из блюза мне нравится, когда играет и поет какой-нибудь старый американский деревенский негр на завалинке. Извините. Тем не менее, программу буду слушать внимательно. Скажу честно, я люблю очень... Леха. Скажу честно, что мне тоже больше нравится. Негр. Аутентичный, не обязательно негр. Есть такой C-60, да, знаешь, такой видал, да? Который живет в своем вагончике, играет на трех струнах. Гениальный человек. Аутентичная вещь. Понимаешь? Ну, аутентичность может быть в любом варианте. Как в акустическом, так и в электрическом. А может быть и не аутентичность. Так, Сечкин, Вышел, Сечкин, хочешь сказать. Еще одного музыканта. Да, я хочу сказать, что это вот вообще легенда и в Европе воспринимает так же. Если черный из Америки, неважно, что он играет, на чем играет, как он играет, что он играет. Главное, что он черный из Америки, и сразу народ идет. Ну, это, естественно, не значит, что нет хороших черных музыкантов. Так, мне надо обобщение просто, Алексей. Нет, ну, серьезно, Серег, вот сколько мы с Вульфом там ездили, везде вот говорят, Ну, вот если бы ты черный был из Америки, это бы хорошо было, народ бы пришел. Ну, в общем, да, есть стереотипы есть какие-то. А стереотипы, в общем, я люблю их разрушать, на самом деле, и ломать. Потому что стереотипичность — это такая история, когда человек живет по какому-то определенному закону. Абсолютно. Ни влево, ни вправо. Самое ужасное во всем этом стереотипичность, что это он живет не своим умом. Ему сказали, ему же там показали. Что так надо, да, абсолютно. А так ума не хватает своего, он берет это за основу, и все. — Да, ты понимаешь, клиши. — Клише. Вот я тоже не люблю клише. И своё радио живёт и работает без всяких клише. Когда меня спрашивают, какой у вас формат, я теряюсь. Потому что в эфире своего радио не крутится единственное, что... Галимая попса, ну, такая вот совершенно, абсолютная такая, да, и блатной шансон. Всё остальное, милости, прошу. Это от Теодора Бастарда до, не знаю, до хэви-металла какого-нибудь тяжёлого достаточно. Просто потому что музыка любого жанра, несмотря на то, что играют музыканты, может быть либо талантливой, либо бездарной. В данном случае я как раз ориентируюсь на талантливость и на качество музыки. Давайте мы этот час закончим чем-нибудь таким интереснее. — А мы как раз, видишь, подумали, то есть мы даже не думали ещё, но вот ты сказал про аутентичность. Мы хотим... У нас есть такой блюз довольно классический в нашем репертуаре. Наш тоже. Называется «Poor Man's Blues». Вот, мы сейчас его как раз послушаем, потом на маленькую паузку уйдём, проветрим чутка студию, так надо немножечко, а то как-то жарковато становится уже. А потом вернёмся обратно, так что не отключайтесь. Кросс-роуд здесь сегодня. Погнали. «Пoor Man's Blues». 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 так сказать, сцены, мировые, не побоюсь этого слова. Я кое-что почитаю, а потом задам вопрос для тех людей, кто могут себе позволить попытаться, как минимум, ответить на этот вопрос. Вопрос будет чуть сложнее, чем первый, имейте в виду. Значит, Грифат, что написал Акчурин, мне очень нравится солист, его разговор, мне нравится звучание, а после слов об одном составе я под стол ухожу, это же мечта. Лид Зепплин, парни, которые тоже не меняли, идеал моей группы, а тут тоже такая вот история. Круто, мой личный привет и восхищение коллективу. Спасибо. Максим Зверев написал бы, что в начале года решил познакомиться с творчеством коллектива, послушал песен не по нраву, пришлось, а это час слушаю в живых, и все шикарно, каюсь, ребята, не понял сразу. Спасибо вам за открытие этой группы заново, с уважением, ваш слушатель из города Домодедова Максим Зверев. Ура! Дальше вот интересное сообщение от Сергея Пожлакова. Только включил. Даймонд Рейн вашу песню? Спрашивает он. Да! Тогда спасибо, пишет он. Дальше. После этой песни много лет назад открыл для себя блюз. Потом стал больше слушать и разбираться в направлениях. Но вы моя первая любовь. Смотрю сейчас видео из студии. Вот такими правильными дядьками я вас и представлял. Правильные дядьки. Ну, что сказать-то? А тётьки? Ну, не знаю, так он написал. Ну, каждому своё, так сказать. Да-да-да. Извините. Сергей Сергеев написал. Действительно легендарная группа. Я даже не знал, что у нас есть такие. Вот у кого, наверное, в то время действительно были проблемы с разными комитетами. Были у тебя проблемы с комитетами? Вы же не по-русски. Ну, как сказать? Нет. Насчёт этого просто нельзя было... Нет. В 79-м, в 80-м были проблемы. А потом уже не было. Потом всё сложилось как-то. Мы же начали в 90-м. Ну, понятно. Как бы вот в этом составе, да? Понятно. Понятно. Продолжаем. В 70-е были, да, проблемы. Потом-то их уже как-то не стало. Вопросец. Значит, не уверен, что ты сам помнишь. Ну, может быть, помнишь дату. Я не пью уже три года. Хорошо. Значит, возможно, вспомнишь. В парке Горького как-то... Сейчас подсказывать год или не надо. Не знаю. Посмотрим. Выступала одна очень известная, тоже легендарная, западная группа, на разогреве у которой, собственно говоря, Кросс Роутс играл. И это было в парке Горького в Москве. Это на вопрос к слушателям. То есть я не должен говорить, что... Нет, пока не надо. Хорошо сказал. Это было... Я подскажу, чтобы вам было проще рыться в интернете и находить ответы на этот вопрос. Так вот, какая группа играла в 96-м году, в 1900... В 96-м году прошлого века. Знаешь, как звучит это? В парке Горького в Москве, на разогреве у которой был приглашен, собственно говоря, коллектив Кросс Роутс на разогрев этой группы. Ваш ответ правильный. Если он состоится, то, само собой, вы получите два билета на концерт группы Кросс Роутс 21 мая в Известие Холл. Отвечайте. 46-47. Короткий номер для смс-ок ваших. Сначала свои, пробелы, дальше все, что хотели бы сказать. В группе ВКонтакте, в чате можете отвечать, на планете. В общем, где угодно. Пишите, пожалуйста. Мы, само собой, будем искать правильные ответы. Вот что. Любопытно как-то посмотреть на тебя и на группу ВКонтакте. С какой стороны? 25 лет. Нет, я не эту сторону имел в виду. Он ко мне задница повернулась. Нет, нет, не тот. Мне вот как раз это и не интересно. Ну, кому как. Может, кому-то. Кому как, да. Кто как видит, понимаешь? Кто как видит. Так вот, 25 лет, это, в общем, срок серьезный. Правда. По-любому. Я как-то так тоже недавно оглянулся, подумал. Вишкин кот, как же все-таки время-то летит. 10 лет назад, казалось, все еще впереди. А через 10 лет думаешь, ё-моё, как много сзади тоже. Да. И куда с этим всем бэкграундом деваться-то? Куда его нести? Жить. Жить-жить. Ну, понятно, что жить никуда не денешься теперь. Живи, как хочешь. Так вот, 25 лет. 25 лет творчества. 25 лет музыки. 25 лет дружбы. Да, друг с другом. 25 лет жизни. Это жизнь в течение 25 лет? Или музыка в течение 25 лет? Как ты к этому относишься? Как ты это трактуешь? Это будет, конечно, пафосно звучать, но это неразрывные вещи для нас во всех случаях. Поэтому мы и вместе. То есть и жизнь, и музыка. Неразделимые понятия. Так получается, что да. Еще раз повторю, без пафоса. Просто так оно сложилось. Ты хочешь сказать, что твоя жизнь — это музыка? Ну, основная часть, да. А не основная? А не основная часть — это не музыка. А что? И как, я издалека захожу? Ну, знаешь, надо же какие-то... Хоть не всегда хочется, но надо же думать. Издалека захожу. Не, на самом деле, мы же сейчас не обо мне говорим, а группе, поэтому... Подожди, подожди, я все-таки... Масса всего. Я хочу подобраться к вопросу, ну, как бы правильно. Не очень я люблю, скажем, тему личную, но мне кажется, это было бы сейчас очень убедительным доказательством того, что человек, не 20 лет уже ему, в общем, далеко, а 25 лет в музыке. Знаете, как говорят, что рок-музыканты — это люди, которые либо спеваются, либо истарчиваются, да? У меня был шанс. — Понимаю, понимаю, догадываюсь. Давай я напрямую спрашиваю, сколько лет твоей супруги? — Алене? — Да, Алене. — 23 будет. — 23. Я прошу вас, если вы не видите трансляцию, включите, пожалуйста, посмотрите на этого молодого человека, которому 27 сегодня стукнуло. Вот у этого замечательного Седовласова, при этом опытнейшего музыканта и человека, супруге 23 года. Это я к тому, что, ребята, если вы занимаетесь музыкой, занимаетесь ей серьёзно, меньше пейте, меньше курите, меньше думайте о чём-то постороннем, больше как-то о жизни и о музыке. И тогда и вам повезёт. В ваши 73 года у вас появится супруга, которой 23, и которая вполне довольна жизнью. Правильно я сказал сейчас? — Почти довольна. — Ты же в данном случае... — Ты за неё отвечаешь. — Я знаю. — Ты же в данном случае эталон некий, да? Ты, то есть, показатель... — Талон. — Талон. — Эталон. — Эталон. — Эталон. Это показатель того, как всё-таки в музыке, причём в музыке не попсовой, люди могут оставаться при этом в силах, в здоровье, в здравии и в памяти, что... — Знаешь, мне кажется, попсовы сложнее. Они же мучаются от того, что они не самое любимое своё дело делают, поэтому у них проблем больше. Мы делаем любимое дело. Главное в жизни — любить. И любить людей, и любить то, что ты делаешь в своей жизни. Тогда проблем нету. Даже со здоровьем они ходят на задний план, и оптимизм побеждает, да, всё. — Что такое любовь тогда, скажи мне? — Это единственное нормальное чувство в мире. — Единственное? — Да. — А можно быть больным любовью? — Ну, человек, который склонен заболевать, в принципе, он может быть больным любовью, конечно. — Но это нормально? — Я не знаю. — Ты не болен любовью? — Нет, это не болезнь, это, наоборот, это здоровье. Любовь-то здоровье во всех отношениях. — Дайте Бог здоровья. — Духовно в первую очередь. — Дайте Бог здоровья. Как можно больше. Давайте петь. Чего это будет? — Мы хотим сыграть ещё один кавер. Мы... Или один? Мы уже один играли кавер сегодня? — Один. — А, да, мы сегодня тоже играли кавер. Мы хотим сыграть Джуниора Уэллса. Был такой замечательный чикагский губногормошечник. Дружбан Бодигая, который они вместе начинали, собственно. У него есть классика, классическое произведение, называется «Messing with a Kid». Как всегда, напомню, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня «Crossroads». Поехали. Друзья, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И так из-за угла Пальцы, пальцы Ну давай Любимый инструмент этот, Fender Telecaster Это же понятно Потому что я на нем играю 90% Смотри, ну может быть просто у тебя выхода Денег нет на хорошую гитару, мало ли Ну вторая неплохая, кстати Правда тоже старая, на новую нет денег А вторая это что за гитара? Гибсон? Греч Гибсон тоже есть Еще пару Fender'ов, тройка Еще есть Гибсон 54-го года Много-много Ну скажи, я к гитаристам сейчас обращаюсь Ребята, ну в принципе, насколько это справедливо Когда говорят, вот Гибсон, да, это звучит А Fender, нет На мой взгляд, все звучит Просто к чему человек привык, верно? Или все-таки есть нюансы? Как извлекает Что? Микрофон Лучший ответ Это руки При этом говорит барабанчик о гитаре А он играет на гитаре Не, я понимаю, но что значит руки? Расскажи, тогда поясни, пожалуйста, ситуацию Нужно просто уметь извлекать звуки, собственно Правильно То же самое, абсолютно не важно Какие у тебя барабанные тарелки Да ладно? Абсолютно То есть то, что у тебя стоит Yamaha Уокастом сейчас тебя... Мне абсолютно все равно Мне можно отнять все, оставить бочку и мало Мне больше ничего не надо Мы так старались, так старались А ему все равно, на чем играть, ты понимаешь? Нет, ну в принципе все равно Просто лично у меня находишь то, что удобно И то, что звук тебе... Нет, хороший инструмент, он необходим, он помогает Но не определяющий все-таки Хорошо, хорошо Не уходи, не уходи У тебя-то тоже фендер 58-го года 58-го года Да, тоже старье Я хотел спросить, ты с ним родился, что ли? Практически, да Когда, допустим, если руки есть Я сейчас уже апеллирую теми словами, которые, собственно, произнес Саша Если есть руки, да, ты берешь 2-3 инструмента, да, вот на пробу Что должно случиться или что... Не знаю, что должно произойти, чтобы ты выбор сделал Сказал, что вот в пользу одного из них Вот это точно А вот эти два нет Ну, что должно быть? Ну, сначала опыт Так Вначале ничего не понимаешь Так Потом потихоньку, потихоньку начинаешь понимать Так, ну вот Я тебе еще раз говорю, на выбор тебе поставили 3 инструмента 3 бас-гитары Пускай это будет 3 фендера Не знаю, или 3 гибсона Или гибсон-фендер Ну, сейчас без наименований Вот 3 Ты попробовал один, попробовал другой Попробовал третий Остановился на одном, каком-то По каким критериям? Ну, черт не знаю Если гитарист, то человек сразу выбирает там Стратокастер или телекастер его инструмент Вот так? В общем-то, да И то же самое с джазбас или пресижен Если по фендеру По гибсону немножко сложнее, но тоже Ну, то есть это все вопрос чисто эмоциональный получается Опыта И опыта Кстати, что касается опыта Есть замечательная история, она короткая Когда очень опытный фотограф Очень опытный Человек с огромным бэкграундом С огромным опытом работы в фотографии Журналист-фотограф Ну, не вот этих девочек снимающих А серьезный фотограф Когда вы спросили, какой аппарат Ну, какой прибор, да Какой фотоаппарат вам наиболее Наверняка думали, что он сейчас скажет Там Кэнон, Кодак Говорит, Лейка Говорит, почему Лейка? Это же не просто Говорит, ребята Не важно, какой аппарат Важно, какие руки и глаз То же самое Вот это ответ на вопрос Какой инструмент? Он то же самое сказал Правильно То же самое, но все-таки, Андрюх Ты же играешь на этом инструменте А не на каком-нибудь другом Скажем Басу А потому что я играл когда-то на Ямахе Я помню Я помню Не мое Не мое, сказал он Все-таки есть же что-то Нет, на самом деле Это оптимальная гитара Никита Артеменков Готов приехать в Москву на концерт Вот он один из первых был Кто ответил правильно на вопрос Про Зи-Зи-Топ Никита, ждем Артеменков Что? Ты напиши Я тебя не понимаю По губам Пока не научился читать Что? Что такое? Юлия Макпальц показывает Хорошо указательная А то общественно расстроился бы Ну, короче, есть человек Даже не из Москвы Готовый приехать на концерт 21 мая Значит, он пишет Ура, благодарю Из Смоленска В Москву Билет 700 рублей Спасибо Ну, то есть он за 700 рублей Купит таки билет Приедет Так отлично Это дешевле, чем Входной билет на концерт А сколько у вас стоит билет на концерт? По-моему, 1200 Так Никита, вам повезло Вы получили Недешевые билеты На роскошный концерт Давайте петь дальше Чтобы время не тянуть уже Что это будет за песня? Вот еще есть одна песня Которую мы исполняем С пластинки Irony Она называется The Fire Inside Замечательная вещь, кстати, сказать Как всегда, живой звук Прогнали живые Поехали Замечательная вещь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот что хочу спросить Замечательная группа Crossroads, да, Back Vocal А есть ли собственные проекты, может быть, где ты сама солируешь? Есть, да, у меня есть группа Bad Bimbos называется Чё поёшь? Рок Ну, не вот этот блюз всякий там, а рок Нет, ну там баллады, конечно, всякие есть И красивые, и медленные песни А что, на самом деле, понятно, что Приоритет всё-таки, наверное, нужно отдавать себе Или всё-таки этим классным мужчинам ты отдаёшь приоритет? Ой Они сейчас не слышат, всё равно Договариваемся, всё же по любви у нас Ну, я понимаю, что Самое главное, мужчины рассмеяются Это главное слово Гусары молчат В нашей общей судьбе главное слово — любовь Поэтому здесь вопрос А что поёт твоя группа? Ну, что ты поёшь в твоей группе? Рок свой, авторский? Ну, у нас есть немножко своих песен, да Но пока сейчас в основном ковера Ужасное слово Ну, это всякие песенки там 60-х, 70-х, которые мы любим Вот так, да? Да, вот Юрий Новгородский Ага Там присутствует То есть получается, что это такое ретро немножко, да? Ой, ретро — это что-то 30-е, 20-е 60-е — это тоже ретро Ретро — всё, что несовременно Нет, но это просто, можно сказать, что это рутс-рок Вот так вот Как? Рутс-рок А что такое рутс? Рутс, ну, корни, истоки Рутс Корни Корневой рок Корневой тогда Корневой, понятно Тогда, да Корнеплодный Тогда понятно А почему мужики так ржут-то, когда ты про любовь говоришь? Они прям Не знаю Секунду, сейчас за твоей спиной происходит Я тебе скажу, такая потрясающая Да-да-да, ты увидела, наконец Мимическая история совершенно Чего ты хочешь, Серёж? Чего ты мне показываешь? Три, чего три? Ну, зачем так вот сразу вот выдавать? Я спросил, две ещё или три песни? А, по времени? Так ещё на три хватит Подожди, не уходи Подожди, не уходи Почему? Ну, скажем так Если говорить уже о творчестве, да? Бэк — это клёво И очень хорошо это всё здесь звучит На самом деле Ложится всё на музыку замечательно Но сколько лет существует группа, в которой ты поёшь? А, вот сейчас Ну, это просто какой-то такой-такой недавний проект До этого были какие-то другие проекты Отличный проект С другими названиями Ну, то есть То есть амбиции для собственного творчества Таких прям вот прям Вау, сейчас выйду на сцену и всех покорю Нет уж Да нет, ну, конечно, они есть Просто оказывается так, что эта музыка Ну, как бы немножко неформатная Поэтому Для кого? Ну, вот для большинства Не надо смотреть на большинство Вот я сейчас на вас смотрю Вот Поэтому для нас всё форматно А вы приходите на мой концерт Когда? Первого мая Где? В Бибикин От этого реклама, блин Всё правильно Надо продвигать хороших музыкантов Это же обязательная история Мы, в общем, на этом и стоим Хороших музыкантов надо поддерживать Продвигать И давать им возможность Говорить о себе И заявлять о себе громко Всё, спасибо большое И вам Спасибо А вас? Меня Сергей Нет, как вас зовут? А вас Чего петь-то будем? А мы сейчас как раз Споем песню на двоих с новостей Чтобы было слышно Как она засаживает Она отлично поёт И это и так слышит Как называется песня? Классика жанра Дыхучий-кучий Как всегда, живой звук Программа «Живые» Кросс Роудс Здесь сегодня Поехали Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Поехали 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 Субтитры сделал DimaTorzok Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Поехали 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как по-отечески Сергей передал, так сказать, слово Анастасии, народ пишет просто блестяще, вокал у девушки отличный, просто нет слов, насквозь пробивает, чуть не до слез Анастасия великолепна, сумасшедшее исполнение каждому инструменту посола, Анастасия мощна, это я к тому, что, ну вот, чувечка меня никогда не подводила. Я ведь не знал, что сейчас будет сольная партия от Анастасии, а она случилась, я перед этим спросил о группе. Так вот, моя, если, конечно, при этих мужчинах я имею право давать какие-то рекомендации, рекомендация все-таки заниматься своим творчеством тоже активно. И есть куда принести... Не брошу, не уйду. И есть куда принести потом, ну, показать там на всякий случай. Может, вдруг... Приглашайся. Куда? Сюда. Ты музыку дай. Свою музыку принеси, а там дальше... Принесу. Вот. Я-то на это и намекал. Видимо, не очень понятно. Она намеков не понимает, и прямые, наверное, конкретные коннотации, я так понимаю. У нас еще две вещи, две вещи, две вещи. Ты меня спроси. Две вещи? Две вещи еще, как минимум. Две вещи, молоток и клещи. Клещи, да. Любишь ты клещи, я смотрю. У тебя это волевая игра какая-то у тебя. Волевая. Это волевая игра. Клещ. Который раз вспоминает клещ сегодня. Сезон клещей начинается. Я готовлю, слушайте. Смотри, хорей на эти самые пункты прививок. Прививок. Клещи клещами, а ручки-то вот они, да. Так вот, вопрос это задам сначала Сергея Емельянова, а затем уже отдам вам возможность петь. Созрел вопрос к Сергею, пишет Сергей. Созрел. Знаю, что вы близко знакомы с прекрасным художником-каррикатуристом Алексеем Мериновым. Он большой любитель, знаток блюза. Продолжайте общаться сейчас с ним. Вы, кстати, с ним очень похожи внешне. Практически братья. Спасибо вам огромное за прекрасную музыку, которую вы играете. Просто бальзам для души. Он толще. Ну, брат может быть и потолще. Чего? Ну, Леха тебе потом скажет. Я думаю, что он сейчас слушает нас. Леха, привет. Ну, я не знаю, не уверен. Конечно, мы общаемся. Это же тоже брат. Ну, вот, понятно. Поэтому похожи. За столько лет они все стали похожи друг на друга. Это же клёво. Хороших людей основать больше. Был вопрос, и ответ на него дан. Только у меня к тебе просьба. Ребятки, у меня к вам ко всем просьба. Хотелось бы, чтобы две вещи прозвучало, но чтобы не были такими длинными, как предыдущие. Потому что, иначе мы их не поместим. Хотя, конечно, этот джемчик был неожиданностью, мне кажется, для всех. Нет? Да. Да, это была чистая импровизация под конец. Это было очевидно, но сыграно так, как будто бы заготовлено. Вот две оставшиеся вещи покороче немножечко. Так, значит, Даймонд Рейн сегодня не играем для разнообразия, да? Чего? Даймонд Рейн сегодня не играем для разнообразия. А сколько она похода не играет? А на пять минут. А на пять минут. Тогда мы не успеем две сыграть. Хотя Даймонд Рейн очень красиво. Мы можем Даймонд Рейн сыграть, а если что-нибудь останется, мы... Ну вот, уйдём с какой-нибудь песней. Вот так, да? Клёво же. Клёво, да, клёво. Он мне говорит, клёво же. Ну хорошо, клёво так клёво. У тебя мастер, ручка мастер пойдёт вниз, а мы будем... Не хотелось бы, хотелось бы всё-таки, чтобы всё это играло до конца. Ну давай, давай уже, Рейн так Рейн. Да, может быть, мы просто напомним некоторым слушателям о том, что это мы. Что это вы поёте. Кстати, да, многие могут знать эту песню, но не подозревать, кто это поёт, решив, что это западная команда. Это Кросс Роудс. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Юго-западная. Кросс Роудс 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 И очень ждем от вас новых песен Да, они уже есть Мы пока просто их сейчас не показываем Обязательно Всем спасибо, до завтра, будьте здоровы Пока